В ночь на 2 августа во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», взрывы слышали от Севастополя до Балаклавы, а также в Саках, Евпатории и Симферополе. Окупационный глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы сбитии четырех воздушных целей. По его словам, на крышу девятиэтажного дома упала сбитая часть ракеты «Атакамс». Также суббоеприпасы от сбитой ракеты упали в районе проспекта генерала Острякова. Как отмечает мониторинговая группа «Крымского ветра», ссылаясь на данные спутниковой съемки, на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве наблюдались пожары. Вскоре канал сообщил, что предварительно в Севастополе на высотах Каябаш были уничтожены четыре пусковые установки С-400. В то же время телеграм-канал «Кремлевская Табекерка» сообщает об уничтожении установки С-300 и гибели трех военных. По данным канала, также беспилотник атаковал военный объект в Саках. Тем временем, как сообщает УНИАН, российские паблики распространяют фейковую информацию о якобы сбитии F-16, выдав фото крушения самолета в Канзасе десятилетней давности за актуальное. По данным издания Bloomberg, первые самолеты F-16 действительно прибыли в Украину. Как отмечает политтехнолог Борис Тизенгаузен, из-за этой новости в России началась паника. В крымских чатах перед тем, как звучала сирена, как звучала тревога, там пишут, взлетели F-16, срочно все в бункеры, там кто куда, разбегайся. По словам эксперта, эти истребители уже наводят страх, еще не атакуя территорию РФ. Поэтому оккупанты будут пытаться охотиться на F-16. Россияне будут любыми возможными способами, правдами, неправдами, фотошопами, дезинформацией, пытаться хотя бы одну машину подбить и зафиксировать это. Как отмечает Тизенгаузен, в первое время F-16 будут использовать для защиты украинского неба, а не для атак территории РФ. Редактор субтитров А.Семкин